Не поверите, но мы снова приехали в первую детско-юношескую спортивную школу, чтобы рассказать о достижениях борцов на поясах. Из-за их регулярных успехов даже начинает казаться, что это самые результативные спортсмены региона. Причем планка постоянно повышается. В этот раз два парня тяжеловеса вернулись с наградами с Кубка мира. Еще весной мы рассказывали, как мастера спорта Уске Тамаян и Михаил Высочанский стали победителем и серебряным призером Кубка России соответственно и попали в сборную страны. Уске в классическом стиле, Михаил в вольном, где разрешена работа ног. Тамбовские борцы впервые выступали на мировой арене в категории мужчины. Учитывая высокий уровень соревнований, наставники надеялись, что хотя бы один воспитанник войдет в тройку лучших. Но спортсмены превзошли все ожидания, несмотря на конкуренцию. Там было более 20 стран. Присутствуют даже такие экзотические, как Бангладеш, Зимбабве. Оба атлета также мастера спорта по греко-римской борьбе, а за плечами Михаила еще и силовой экстрим. С Кубка мира он привез домой бронзу. По его словам, самой сложной схваткой, как и на любом турнире, была первая. И с этим согласится любой единоборец. Тогда он встретился с соперником из Казахстана. Я ему уступил встречу, но уступил по своим ошибкам, сгоряча, начал торопиться, свои борцовские моменты. В общем, уступил. В дальнейшем я шел без поражения, таким образом занял третье место. Данную победу я посвящаю своей семье, так как я их очень люблю. И благодаря их поддержке у меня все получается. Уске уже выступал на мире, правда, еще по юниорам. Тогда он взял серебро. Теперь в категории мужчины он завоевал главную награду. Помимо того, что борец стал обладателем мирового золота, он еще и выполнил норматив на мастера спорта международного класса. Первым в регионе по борьбе на поясах. В финале Уске одолел другого спортсмена из России. Победил со счетом 10-4. Схватка далась очень тяжелая. Так как, во-первых, сам парень чемпион мира 2018 года. И, кроме того, он и весом тяжелее меня, и опыта у него побольше. Ну, слава богу, удалось одержать победу. До этого ты с ним сталкивался уже? Да, до этого я первый раз с ним столкнулся на финале Кубка России. И я одержал тоже победу. С этим же счетом 10-4. Уске также посвящает победу семье и близким. Оба борца благодарят своих наставников, которые вложили в них душу. Но есть во всей этой истории ложка дегтя. Это престижная награда. Что она дает теперь ребятам в карьере? Ну, вы знаете, тяжело сказать это применительно к Тамбовской области. Например, борцам с Башкортостана, которые выиграли Кубок мира, им по 100 тысяч дадут. Соответственно, нам пока даже спасибо администрация не сказала. Мы, конечно, надеемся на то, что успехи столь значительные будут замечены руководцам. Но об этом говорить особо не приходится, потому что даже ездили туда мы за свой счет. Накануне мы рассказывали об открытии областного музея физкультуры и спорта. Когда-нибудь его посетители наверняка услышат о нынешних и будущих победах парней. Надеемся, что Тамбовская область обратит на них внимание раньше, пока они активно выступают и приносят ей мировую славу. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.